Потрясающий десерт Монастырская изба. Давайте приготовим эту вкусняшку, которая покорила сердце каждого, кто когда-нибудь испробовал это чудо. Все ингредиенты вы также найдете в описании под видео. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И приступим к приготовлению. Начну с приготовления теста. Мне понадобится 200 грамм размягченного маргарина, 1 пакетик ванилина, 100 грамм сахара, 300 грамм сметаны, щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя и 600 грамм просеянной муки. Для теста никаких ингредиентов больше мне не понадобится. Осталось только замесить тесто. Люблю месить подобное тесто. Это всегда быстро и просто. Когда тесто будет готово, нужно убрать его в холодильник на 1 час. Спустя час отдохнувшее тесто нужно разделить на 15 равных частей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый кусочек раскатываем в прямоугольный пласт. Длиной примерно 30 сантиметров и в ширину примерно сантиметров 8. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот в ряд выкладываю вишню. Сейчас как раз сезон ягод, поэтому у меня вишня свежая. Но можно готовить из замороженной вишни. Главное, чтобы она была без косточек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо нужно залепить все края этой трубочки, дабы сок в процессе выпекания не просочился. Сформированные трубочки выпекаю в разогретой духовке при температуре 180 градусов 30 минут. Готовые трубочки необходимо полностью остудить до полного остывания. А пока они остужаются, самое время приготовить крем. Готовить буду сметанно-сливочный крем и для него мне понадобится 400 грамм охлажденных сливок жирностью не менее 33%. И сразу добавляю 100 грамм сахарной пудры. Взбиваю миксером до того момента, когда сливки немного загустеют. Добавляю 300 грамм сметаны. Сметана у меня жирностью 20%. Продолжаю взбивать до загустения. В общем, взбивала-взбивала и так у меня ничего не получилось. Масса ни грамма не загустела. Мне кажется, даже стала еще жиже, чем была. Поэтому мне пришлось быстро спасать ситуацию при помощи желатина. Не знаю, почему крем не получился. То ли потому, что рано добавила сметану и перебила ее миксером. То ли сметана была малой жирности, а может со сливками было что-то не то. Не знаю. Если кто-то из вас, дорогие мои хозяюшки, знает в чем причина, буду очень рада, если вы мне напишите в комментариях. Трубочки остыли. Крем готов. Теперь можно приступить к сборке. Выкладывать трубочки буду пирамидкой, которая в конечном итоге и образует домик. Сначала выкладываю 5 трубочек и хорошо их смазываю кремом. Сверху этих 5 выкладываю еще 4. Сверху их смазываю кремом. Поверх этих 4 еще 3 трубочки. Теперь еще 2. И сверху выкладываю последнюю одну трубочку. Теперь хорошо со всех сторон обмазываю кремом. Верхним украшением торта у меня будет тертый шоколад. Посыпаю им поверхность, не жалея. Готовый десерт убираю в холодильник напитаться часов на 8. Вот и все. Вот такой вот замечательный торт у меня получился. Посмотрите, какой он красивый. Свечи придают этому тортику таинственности и манящего аппетитного вида. Ну что, будем пробовать? Режется тортик очень хорошо. Мягенько. Несмотря на то, что он напитывался в холодильнике. Боже, какой вкус! Кисло-сладкий вкус в сочетании тонких песочных трубочек просто тает во рту. Это невероятно вкусно! А характеризовать такой десерт можно в пару слов. Божественно и великолепно! Обязательно приготовьте этот десерт и порадуйте себя и своих близких. Всех благодарю за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, а мне приятно. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok